В Химках создали оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции. На первую встречу пригласили руководителей всех крупных предприятий Химок – работников торговли, промышленности и социальной сферы, чтобы проинформировать о ситуации с инфекцией и рассказать о мерах противодействия. В начале встречи главврач Химкинской областной больницы Владислав Мерзонов представил общий доклад о природе вируса и по каким симптомам его можно распознать. Тестеральное явление, название паренгит, вершение горла, заболевание горла на 34-й сутки, присоединяется сухой кашель, заложенность грудной клетки. И если есть дальнейшее распространение, то локализация, изнутренная локализация этого вируса – это бронхоливочная система. По словам Мерзонова, 85% зараженных болеют легкой формой либо бессимптомно. Наибольшую опасность представляет вирус для людей старше 50 лет и с хроническими заболеваниями. Но самый насущный вопрос – обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты. Мы сейчас знаем о том, что большой дефицит дезинфекции рук, большой дефицит масок и запасы, которые были сформированы на нашей больнице – это очень важно, но люди хотят иметь на дому эти маски. Сейчас Минздрав пополняет фонд запасов и делает заявки. Однако производители говорят, маски на складах появятся лишь спустя месяц. Дмитрий Волошин предложил предоставить средства защиты тем, кто больше всего в них нуждается – врачам, работникам соцсферы, которые находятся в зоне риска. Однако защита необходима сотрудникам абсолютно всех организаций. Как защищают себя и окружающих на предприятиях финансового и экономического сектора, доложил первый заместитель главы Дмитрий Кайгородов. Работники банков, казначейства, пенсионного фонда по возможности переходят на удаленный режим работы. Каждое утро при приходе на работу сотрудники подвергаются контролю со стороны тепловизора, определяется, есть ли нет температура. Сотрудники этих подразделений и предприятий, которые прибыли из-за границы, особенно из тех стран, которые находятся в коротком списке, где бушует эта инфекция, они сразу уходят на карантин. Борьба с инфекцией охватила все управления и организации химок. Школьников отправили на трехнедельные каникулы, в аэропортах проводят осмотр прибывших, в местах общего пользования ежедневно проводят дезинфекцию хлорсодержащим раствором. На сегодняшний день в Московской области подтверждены 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.